Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. День опасный для жизни. Из-за непогоды на дорогах края случилось множество аварий. Одну трассу, где произошло смертельное, ДТП полностью закрыли для проезда. Прощай, бакалавр, привет специалитет. Ждут ли алтайские вузы трудности при переходе от европейской к традиционной системе обучения? Завидная выдержка, богатый улов. 14 килограммов рыбы поймали сибирячки на одном из алтайских озер. Из-за непогоды в Алтайском крае полностью закрыли часть федеральной трассы. Больше сотни километров от Шипунова до Рубцовска недоступны для всех видов транспорта. Но водители просят пока воздержаться от поезда к и по остальным направлениям. В течение двух суток прогнозируют мокрый снег, гололед, ветер с порывами до 25 метров в секунду. В целом, во избежание аварийных ситуаций на федеральных трассах дежурит больше 200 единиц снегоуборочной техники. Для водителей подготовили специальные стоянки. На гранях Алтая, у маяка и облепихи под Новоалтайском, и Никафут под Бийском, в селе Полковниково и в Сростках. На трассах не обошлось без трагедии. В Алтайском крае начали доследственную проверку после смертельной аварии на дороге Барнаул-Рубцовск, которая произошла сегодня ночью. В результате ДТП погибли двое мужчин, пассажиры междугороднего автобуса Новосибирск-Семипалатинск. Также есть пострадавшие, но их жизнь ничего не угрожает. В следственном комитете сообщают о том, что именно водитель автобуса выехал навстречу, допустив столкновение с грузовиком. По факту дорожно-транспортного происшествия следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в рамках которой следователям Следственного комитета предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на предмет оказания услуг по перевозке пассажиров с соблюдением действующих требований безопасности. Так сейчас выглядит участок, на котором произошла смертельная авария. Дорогу обильно посыпали песком. Интересно, а как с остальными участками трассы? Ведь накануне дорога от Барнаула до Рубцовска местами напоминала каток. В Родинском районе сегодня ночью насмерть избили двух пешеходов. 20-летний водитель допустил наезд на двух мужчин, которые находились на проезжей части. На данный момент выясняются все обстоятельства гибели. А это кадры уже другой аварии. На трассе Барнаула-Кузбасс сегодня днем перевернулся грузовик с пшеницей. Автомобиль снесло с дороги. Информации о пострадавших нет. К другим темам. В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о реформе системы высшего образования. В частности, об отказе от баллонской системы и возврате отечественных вузов к традиционной модели обучения, которая родом еще из Советского Союза. Как восприняли перемены в алтайских учебных заведениях? Легко ли им будет вернуться к специалитету? Но главное, не возникнут ли трудности у выпускников с дипломами бакалавров в нашем видеосюжете. Назад в прошлое. Баллонской системе в России решили сказать нет. Правда, учебные заведения страны покинули ее еще в июне 22-го года. Немного истории. Присоединились к ней наши вузы 20 лет назад, в 2003-м. Говорят, вхождение оказалось непростым и причин достаточно. К примеру, обучить технической профессии за 4 года задачи не из легких. Система работала, я бы так сказал, пятилетку за 4 года мы давали. Конечно же, это было все в ущерб самому образованию, но они догонялись потом в магистратуре. Да, эти 2 года магистратуры. Но опять же, опять по нашему университету, я скажу, что по магистратуре мы взяли такие завышенные требования. И у нас многие магистерские диссертации. Это примерно 2 третьих кандидатской диссертации. Нельзя сказать, что возвращение к специалитету 5 годам обучения будет резким. Просто потому, что многие вузы в России от него и не уходили. В том же техническом университете и сейчас есть студенты, которые обучаются не 4 года, а 5 лет. Заинтересовало само направление. Я увидел, что это именно инженеров выпускает направление. И какая-то тяга была к этому еще с детства. Ну и решил поступать. Также увидел, что 5 лет, а не 4 года идет обучение. Соответственно, были предположения, что больше объем знаний будет, выше уровень квалификации. И так оно действительно оказалось. В педагогическом специалитете тоже не новинка родом из советских времен. Здесь последние 20 лет была возможность обучаться и на обычном 4 года, и на так называемом двухпрофильном бакалавриате 5 лет. Для нашего региона, где школа преимущественно является сельской, и, соответственно, учитель полноценную нагрузку может набрать, реализуя сразу 1, 2, а то порой и 3 предмета. То есть вот в этом мы видим, ну, очевидный минус, конечно же, баллонской системы. Для нашего педагогического образования нужен полноценный специалитет, 5-летний, с хорошей нагрузкой. И, в первую очередь, аудиторной нагрузкой. Потому что по баллонской схеме очень многое отдается самостоятельной работы. К слову, проводить реформу в стране планируют не резко, а постепенно. В этом году вузы ждут прописанных стандартов образования, и, скорее, уже в 24-м выпускники начнут получать дипломы нового образца. Пока в России продолжат выдавать дипломы бакалавров и магистров. Первый вопрос был, это будет ли котироваться наш диплом о бакалавриате после перехода на специалитет. Потому что, ну, другая программа, и работодателям, опять же, будет вставать вопрос, а насколько этот специалист грамотен вообще. Когда мы в нулевые годы переходили на бакалавриат, и тогда действительно многие директора школ считали, ну, вот какой-то недоученный бакалавр к нам пришел. Но сейчас, как бы, уже рынок труда, его представители, работодатели привыкли к тому, что выпускники сегодня – это бакалавры. Я думаю, здесь дискриминации никакой не будет. Кстати, от магистратуры отказываться не планируют и при специалитете. Если профессия потребует дополнительной подготовки, то обучение студент сможет продолжить и на год, и на два. А вот будет ли российский диплом потом котироваться за границей – вопрос. Говорят, в дружественных странах точно. Впрочем, большая часть опрошенных нами студентов уезжать никуда и не собиралась. Специалистам довольно трудно найти место в зарубежных вузах, но можно. То есть, все равно можно как-то посмотреть, какие принимаются, возможно, доздать какие-то экзамены или какие-то курсы повышающие пройти. Я не поступил ни в какой зарубежный вуз и планирую развиваться в рамках своего края, поэтому для меня это не актуально. Несмотря на реформу, отказываться от бакалавриата полностью, а также от обучения иностранцев, российские вузы не планируют. Так что полным возвратом к прошлому новую систему вряд ли стоит называть, уверен министр высшего образования и науки России. По сути, изменения для преподавателей и студентов окажутся минимальными. В начале марта отмечается всесибирский день борьбы со СПИДом. К этому событию в Барнауле приурочили профилактическую акцию. Можно бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. На сдачу экспресс-теста требуется всего 15 минут, а его результат достоверен на 99%. Пройти ВИЧ-тестирование можно в поликлинике по месту жительства или в тест-мобиле регионального СПИД-центра. 2 и 3 марта он работает на парковке учреждения по адресу улица 5-я Западная, 62 с 9 до 15.30. Кратность сдачи экспресс-тестирования на ВИЧ должна быть не менее, чем раз в полгода. По причине того, что у нас есть серо-негативное окно, которое как раз-таки длится до полугода, до 7 месяцев. Поэтому мы всегда с вами говорим о том, что если человек сдал в январе, то следующий его экспресс-тест должен быть в июне-июле месяце. Добавим, сегодня в крае проживает порядка 18 тысяч людей с диагнозом ВИЧ-инфекции. Только за первые два месяца этого года выявили порядка 260 новых случаев ВИЧ. Между тем, в Алтайском крае выросло число наркозависимых людей. Показатели нашего региона в сравнении с общероссийскими выше на 20%. Особые опасения у медиков вызывают синтетические вещества, к которым моментально привыкают. Валентина Аскерова побывала в краевом наркодиспансере и пообщалась с пациентами. Они рассказали, чем обернулось для них пристрастие. Я разрушил все, потерял свою семью, потерял все свои здоровья, и поэтому сюда пришел. На реабилитации в наркодиспансере Василий находится около двух месяцев. В молодости подсел на наркотики, спустя годы решил завязать. Пережил ломку, сейчас восстанавливается. Общается с психологами и с теми, кто так же, как и он, лечит свой недуг. Восстановился физически, у нас хороший спортивный зал, тренажер нажал. То есть я здесь полностью восстанавливаю все сферы. Количество зависимых людей в регионе в сравнении с общероссийским показателем выросло на 21%, отмечают медики. Печальную статистику пополняет молодежь, употребляя синтетические наркотики. С 17 лет начал употреблять, но употреблял 3 года. Достиг самого 1, что с родителями отношения все попортилось. Семья полностью отвернулась от меня. Первое, второе употребление синтетики. Человек, образно выражаясь, уже завис. Разрывает социальные связи, губит интеллект. Плюс утрата коммуникативных навыков достаточно тоже такая сильная, да. И в поведении они очень своеобразные. Крайне неустойчивые, да, такие как бы очень подвижные. Много телодвижений делают и не всегда в тему. В краевом наркодиспансере зависимым купируют ломку. После восстанавливают физическое и психическое состояние. Отделение реабилитации сегодня почти под завязку. Из 28 коек пустуют только две. Зависимых много. Среди них есть и те, кто на реабилитации не первый раз. И алкогольная зависимость, и наркотическая зависимость имеют свойство к обострению. И даже человек, если находится в ремиссии, те или иные моменты, когда он не может удержаться по той или иной причине, не желает обратиться за помощью, естественно, они его ведут вновь к употреблению. По кратности повторной госпитализации мы не выбиваемся из общероссийских показателей. Приблизительно возврат пациентов на лечение 35-40%. Эта неделя в России проходит под эгидой профилактики употребления наркотических веществ. И краевой наркодиспансер в очередной раз призывает всех нуждающихся признать болезнь и начать с ней бороться. Сделать это можно прямо сейчас, позвонив в медорганизацию. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Многодетная семья из Новоалтайска судится с городской властью из-за земельного участка, который положен ей по закону. Дроздовы говорят, что вынуждены были затеять тяжбу. Участок они ждали 10 лет. Но в итоге, уверены многодетные родители, администрация незаконно его присвоила. Подробности в следующем сюжете. На этом месте мог бы стоять новый дом, где могла разместиться семья, в которой воспитывают семерых детей. Но пока тут только кусты и бесхозные постройки. Сдвинуть дело с мертвой точки мешает земельный вопрос, который долгие годы для многодетной семьи не находит ответа. Дроздовы сначала в очереди 7 лет ждали участок, а в 2020 году решили действовать другим законным способом. Данный земельный участок, о чем сейчас речь идет, я нашла самостоятельно. Заказала схему у кадастрового инженера. Оплатив эту схему, я обратилась в администрацию города на согласование данной схемы. И здесь начались проблемы. В администрации схему согласовывать отказались. Сначала поводом стали уже существующие на том участке бесхозные постройки. Затем непонятный простому человеку термин – изломанность границ. Изломанность границ – это очень широкое понятие. Определения этому понятию нет в законодательстве. То есть его понимают все, как хотят. Но администрация говорила о следующем, что не прямоугольный земельный участок, а 6 поворотных точек имеет. То есть не 4 поворотных точки, как у правильного прямоугольника, а 6. Вот в этом заключается изломанность границ. Изломанный ответ Дроздовых не устроил. Они обратились в городской суд. Он стал на сторону многодетной семьи и обязал администрацию пересмотреть решение. Но вместо этого, рассказывает женщина, мэрия Новоалтайска подала апелляцию. История получила новый виток. Обратившись к данному кадастровому инженеру, администрация города формирует этот участок, то есть мой, который я нашла, формирует себе. То есть отказав многодетной маме, они формируют себе. Вот в этом и проблема вся. В ответе на запрос от нашей редакции, власти Новоалтайска снова указали на изломанность границ и подчеркнули, что это теперь действительно муниципальная земля. На ней планируют разместить сквер при детской поликлинике. Это муниципальная земля. И она, значит, этот участок, он не будет никогда передан никакому физическому лицу. Вот будет использован для нужд города, скажем так. И вот обвинение администрации в том, что вот мы этот участок нашли, а вы сейчас кому-то ему другому дадите, он неправомочен и не имеет под собой никаких оснований. То есть на самом деле с учетом того, что он был действительно необычной конфигурацией, мы его просто, скажем, добавили к той территории, которая де-факто уже и чистилась муниципальной. Но семья сдаваться не собирается и намерена отвоевать сформированный за свои деньги, а это несколько десятков тысяч рублей, участок. Тем более, что уже и в Краевом суде отказ администрации Новоалтайска предоставить участок Дроздовым признали незаконным. Мы же продолжим следить за развитием истории. Анна Рашагирова, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Продолжим выпуск. Фура с гуманитарной помощью для военно-полевых госпиталей формируется в Бийске. Для раненых бойцов СВО будут направлены лекарственные препараты, постельные принадлежности и многое другое. Подробнее в сюжете. И первое, что нужно для системы жизнеобеспечения госпиталей в боевых условиях – мощные генераторы. Генератор в 10 киловатт. Это маленькая электростанция – источник аварийного электропитания. В условиях военно-полевого госпиталя такое устройство просто необходимо. Его энергии хватит, чтобы осветить помещение, подключить бытовые электрические приборы. Но главное – обеспечить электропитанием операционное оборудование. Генераторы привезли в Бийск из разных городов России. Здесь, по поручению депутата Государственной думы Александра Прокопьева, комплектуется фура с очередным гуманитарным грузом. Самое сложное – организовать доставку гуманитарного груза до конкретного получателя. Поэтому мы начинаем подготовку к отправке груза, что называется, с конца, с поиска конкретной точки, где его необходимо будет разгрузить. В этот раз было принято решение, что мы будем помогать четырем госпиталям. Это четыре конкретные точки в зоне боевых действий. И груз сформирован, исходя из тех потребностей, которые есть у этих учреждений в данный момент времени. Александр Прокопьев выделил 5 миллионов рублей на помощь для госпиталей. Кроме генераторов, отправят сотни комплектов постельного белья, подушек, матрасов и одеял. В условиях полевого госпиталя это расходный материал. Потребность большая и постоянная. Собирать и упаковывать груз для бойцов СВО помогают ребята-волонтеры Бийского Пет-колледжа. Они тоже пришли не с пустыми руками. Принесли для раненых сладости и письма с пожеланиями. В посылках у нас маленькие презенты. Это письма им, пожелания теплые. И много сладостей, чтобы побыстрее не поправлялись. Здравствуйте, знакомый солдат российской армии. Хоть мы тебя и не знаем, мы восхищаемся тобой. Твой нелегкий труд так важен для всей страны. Тебе тяжело, ты рискуешь своей жизнью, защищая крабро нашу Родину, борясь за мирную жизнь. От тебя зависит спокойствие и мир над головами всех граждан России. Также по поручению Александра Прокопьева в составе гуманитарного груза отправят 28 тысяч упаковок различных препаратов для укрепления иммунитета и лечения сезонных заболеваний. Бейчане, узнав, что Александр Прокопьев отправляет гуманитарную помощь, попросили захватить и их подарки. Валерий Юрьев, депутат городской думы Бийска, купил для бойцов телевизоры. Время в госпитале тянется медленно, а хорошее кино поможет хоть как-то отвлечься, рассказывает его помощница Наталья. Для того, чтобы они быстрее выздоравливали, для того, чтобы у них была связь с внешним миром. Ценность вещей меняется в зависимости от обстоятельств. Если для нас это привычные предметы в быту, то на передовой жизненная необходимость. И та редкая радость, которая позволит бойцам вспомнить тепло родного дома. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Изображать радость ногами, воодушевление руками, потому что нет лица. Артисты Краевого театра кукол «Сказка» учатся владеть марионеткой – самым сложным видом театральных кукол. Актеры на ощупь узнают их эмоции, пробуют сживаться с марионеткой и даже учитывать характер каждый. На необычном мастер-классе от иркутского педагога побывала Анастасия Дороган. А кто-то взял мою марионетку. Марионетка – товар штучный. Хоть и похожи они друг на друга, у каждой свой характер. Артисты театра «Кукол «Сказка» уже держали их в руках, а сейчас сживаются и на ощупь узнают походку и повадки марионеток. По координации это далеко от актера, это на нитях находится. И чтобы оживить от сердца к марионетке, вот такой проделать долгий путь, какая же координация должна быть. Валерий Кирюнин – один из сибирских знатоков по владению марионеткой. Эту неделю он проводит мастер-классы с актерами сказки. Сейчас артисты представляют этюды, ситуации, роли и как они смогут выражать эмоции марионеткой. Я не знаю, затопаю ножками, и это может быть как радость, например, означать безудержную, так и какой-то гнев и недовольство. Это обогащает, да, однозначно, потому что каждый раз это поиски. Всегда нужно находить что-то новое для того, чтобы кукла жила, жила правдой. Марионетки – самый сложный вид театральных кукол, но именно они будут в спектакле про умную собачку Соню, к показу которой готовятся в сказке. А в 2024 году театр кукол планирует ввести в репертуар еще один спектакль с марионетками. К тому времени артисты должны стоять, ходить, садиться, видеть и даже обонять марионеткой. Мы убедились, что эти куклы очень выразительны. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. 14 килограммов окуня наловили на мормышку у жительницы края на одном из Алтайских озер всего за пару часов. Совокупный улов не уступает результатам мужских турниров по зимней рыбалке. И несмотря на ветер, все участницы показали завидную выдержку, а некоторые даже получили спортивные разряды. Ледовое покрытие таково, что сегодня будет скорее всего скользко, немного бережем ножки. Но ни гололед, ни сильный ветер участниц краевого чемпионата не испугали. На озере в селе Шахи Павловского района 15 женщин из Алтайского края и Новосибирска кропотливо 2,5 часа потекали полосатого окуня. Не всем это удавалось легко, но без улова никто не остался. Лед толщиной в метр усложнял бурение лунок, а в начале третьего тура из-за усилившегося ветра. Клев окуня и вовсе стих, для многих участницы стало переломным моментом. По итогам рыбалки лучшей стала барнаульская команда стрекоза. Ее улов 4 с лишним килограммов рыбы. Абсолютной чемпионкой стала жительница Рубцовска. Теперь Дарье Гребенкиной предстоит побороться за Кубок России на озере Байкал. Всем призерам краевого чемпионата вручили медали и кубки, а также полезное снаряжение для зимней рыбалки. Денис Лямзин. День с толком. Денис Лямзин. День с толком.